здравствуйте друзья письмецо здравствуйте михаил меня зовут роман 34 года женат детей двое 2 и 6 лет молодцы проживаем в сибири в россии по профессии я электрослесарь электрослесарь подземный а супруга переводчик с английского на русский тоже молодцы снова впервые о переезде в сша задумались лет десять назад когда родной брат супруги эмигрировал туда сша знать хорошо последние два года меня мучает дилемма как жить дальше какой выбрать жизненный путь и видится он мне лишь по направлению в сторону сша как известно все просто и сложно одновременно вот это хорошая фраза мне нравится да но с годами авантюризма становится меньше а желание эмигрировать только возрастает так перечитал форумов пересмотрел видеоблогеров и все-таки хочу услышать ваше мнение ситуация следующем в 2011 году брат супруги будучи уже гражданином сша подал форму ай ван вансерти есть такая форма до прошло немного немало шесть лет новосоединение остается всего ничего почти столько же а то и больше ну то есть еще там лет шесть до то правда в сша хочется сейчас пока сами помоложе и дети поменьше но не хочу и ждать еще шесть лет что там будет тому времени неизвестно планирую переехать через политическое убежище но есть много сомнений на этот счет во первых насколько мне известно если на супругу подана петиция по форме ай 130 кто скорее всего не туристическую не гостевую визу нам не дадут так как будут подозрения в иммиграционных намерений во вторых если мы и очутимся в сша и в будущем нам откажут в политическом убежище то и в дальнейшем откажут в соединении семьей из кейса только то что ведя свою небольшую предпринимательскую деятельность у меня было совершено нападение угрозы похищения и так неплохо так но обидчиков уже посадили в тюрьму хоть и с горем пополам но тем но тем не менее посадили есть много бумаг свидетелей и прочее обещали они по выходу на свободу расправиться со мной начнут освобождаться через год-два но как говорится государство уже вступилось за меня как я сам понимаю кейс не то что и наверное слабоват но и чуть не по теме даже жена против переезда через политическое убежище на этой почве иногда даже бывают ссоры михаил подскажите пожалуйста как поступить ждать воссоединение семьи играя при этом в гринкарт лотерею или же пробовать через политику ведь как говорится под лежачий камень вода не течет в сша хочется сейчас пока помоложе и есть деньги они через шесть лет давайте я может быть сначала немножко так как говорю дело в том что мне задают вопросы очень очень разные и я поначалу думал душа я буду отвечать я же не адвокат там иммиграционные ли там я не специалиста по каким-то технологиям и так далее и как-то было такое сомнение потом я понял что меня и не спрашивают как адвоката меня спрашивают как человека с каким-то жизненным опытом который давно в америке живет там может быть видел там разного в этом смысле вот я в этом в этом качестве я буду отвечать потому что здесь некоторые вещи прозвучали которые требуют такого узко профессионального знания значит первое я например удивлен мыслью о том что если на него подали на воссоединение то он уже теперь как бы с иммиграционными намерениями и вместо того чтобы соединяться он вдруг возьмет и там что-то такое устроит я даже не знаю то есть пытаясь поставить себя там как бы на место вот этих иммиграционных чиновников я бы сказала что нормально мужик легитимно движется ну там хочет навестить родственников что такого нормально то есть я бы его рассматривал как вот будучи чиновником как человека который все равно скоро окажется в сша и патички наш парень вот а чего его не пускай кого что допускать но но еще раз я не знаю практике вот этой поэтому тут не могу ничего сказать первое то есть дадут ему визу не дадут я не вижу почему бы ему не дали визу а второй момент состоит он там тоже юридически он говорит что если бы они приехали по политике и если бы они при этом там получили отказ по политике то потом они не могли бы воссоединиться как родственники вот этого я тоже не понимаю это чё ж такое то это если бы их поймали на вранье допустим но вот такой совсем такой случай тяжелый а так ну подал чек на политику но отказали ему он он же ничего не нарушил он вон абсолютно в рамках закона он почему же он не может с родственниками воссоединиться водила то есть мне это тоже очень странно но еще раз я не не иммиграционные адвокаты я не знаю этой практике я только чего знаю как бы что предстоят большие перемены в иммиграционной политике и что я тоже знаю что обсуждалась попытка наезда на воссоединение не по прямому родству а вот в смысле вот такого брат сестра то есть не не вертикаль до родства горизонталь то есть хотели чуть ли не вообще отменить вот это вот дело то есть обсуждение такое было было разговор такой чтобы не получалось что там допустим из мексики ну или там вообще из латинской америки еще откуда-то люди приезжают там один брательник там у него еще 10 дома сидят семьями и там пройдет там не знаю те же 12 лет например как сейчас или 15 и вместо одного брательника ночь появится все 10 со своими семьями поэтому была попытка вот эту эту веточку перекрыть и мы сейчас находимся именно в этой фазе когда вот у нас анти иммиграционные настроения которые ну как сказать они даже не столько в народе эти настроения сколько их навязывают извне и вот как бы разжигают раскручивают там и так далее поэтому у нас сейчас такая анти иммиграционная ситуация то есть конечно то это не то что там вот вся страна нет там полстраны так полстраны сяк значит и идет борьба какая-то по этой части и так далее тут вот буквально день-два назад значит вдруг какие-то там источники сообщают что трамп высказался так что если и демократы и республиканцы вместе как бы согласны с тем что надо амнистировать вот этих которые там нелегалы но в конце концов ну давайте амнистируем там я возражать не буду то есть это такой странный поворот который абсолютно его вышибает и делает непопулярным в глазах именно тех кто за него вот не тех кто против клинтон понимаете или тех кто в принципе за республиканцы а тех кто конкретно его хотел для них и там и там экстрим там они хотят всех выкинуть вообще из страны вдруг он может быть пусть остаются если не криминальные так может да он правда сказал так что дать им возможность оставаться но не давать им возможность легализации потому что смысле не давать им возможность green card у получать и гражданство впоследствии потому что ну наверное одна из причин они не хотят там этих миллионов избирателей которые склоняются в сторону демократ может быть может быть из-за этого может еще из-за чего ну то есть пусть живут на здоровье там дать право на работу пусть налоги платят но не давать им гражданство как-то так вот такую интересную комбинацию почему я говорю что мы сейчас вот находимся в таком процессе как как страна когда вообще ничего сказать нельзя о том что будет вот с этим или с тем абсолютно на все формы абсолютно на все формы иммиграции сейчас такая объявлена ревизия ревизия это с одним единственным вектором по пресечению уже казалось бы вот тебе там с высшим образованием люди едут это же не нужны вот эта рабочая виза там да не надо вот там сузить прикрыть перекрыть ужесточить и так далее слава богу никто еще не не сказал что надо как-то ограничить тех кто там женится и на самом деле на политическое убежище в традиционном его понимании тоже наездов пока не было наезды были на тех кто просит политическое убежище на границе чтобы их не впускать страну а там как-то по-быстрому отправлять откуда пришли вот такая история значит возвращаемся к нашему роману имя роман значит к роману который письмо написал значит я просто начал с с тех вещей на которые наверное лучше было бы узнать мнение специалиста иммиграционного они допустим меня который так вот и своего окошка наблюдают такая вот история значит теперь следующий момент который я считаю слабый вот в этой в этом повествовании это вопрос о том как именно он собирается получать политическое убежище дело в том что обычный человек но нормальный вот как бы не не специалист так называем даже представить себе не может что за этим за всем стоит и какие там тонкости и так далее поэтому когда он говорит вот я подумал есть ли у меня история я вижу что у меня особой истории нет а ты кто ты иммиграционный офицер или ты судья там американский ты ты чего вдруг смотришь то на это на все ты вот из каких позиций вообще какая твоя квалификация чтобы оценивать что-то ответ 0 квалификация 00 ну скажи себе правду 0 поэтому у тебя есть близкие родственники так если эти близкие родственники хотят тебе помочь согласны помочь себе в процессе искать политического убежища да то есть вы приехали может остановились у них наверное они где-то живут и там соответственно есть какие специалисты по иммиграции может они вам иммиграционный адвокат там найдут и это иммиграционный адвокат вам объяснит вы можете с ним заранее они могут к нему пойти или вы можете с ним связаться там по скайпе я не знаю но нет такой проблемы вот найти специалистов иммиграционного адвоката который вам примерно прикинет в чем там ваш кейс этот состоит ничьи никакого значения не имеет что вы по этому поводу думаете понимаете но никакого и дайте людям возможность вам помочь уже если вы скажете я уже все решил я уже все знаю я улья я уже не вижу ну так и не вижу и не ведь но кто чуть и сама поэтому меня эта штука напрягает то есть отсутствует элементарная открытость элементарная то есть уже ягод я вот так вижу не вижу это я уже есть это уже я вижу или я уже не вижу в эти хотя это не вы него не ваш вопрос на самом деле вот такая такое еще замечание значит теперь что если у человека в голове такой иммиграционный вектор а эта штука такая знаете она как вирус посмотрите 34 года парню когда ему было 24 долго 10 лет назад сейчас я посмотрю в письме пока мы стоим 10 лет назад родной брат супруги эмигрировал опана значит 10 лет назад и когда родной брат супруги у тебя куда-то эмигрировал ты начинаешь интересоваться ты начинаешь смотреть у тебя возникает некоторый канал информационный который не совпадает с например тем что по телевизору показывают и ты вообще перестаешь доверять тому что показывают по телевизору начинаешь верить вот тому кто там в твоем канале в семейном родственном может быть и родственники там приезжают и ты их видишь может быть ты к ним в гости иногда там съездишь и ты вдруг тоже начинаешь видеть и понимать и и вдруг это становится предметным и вот значит десять лет назад значит вот это сомнение туда запала в сердце в ум да а дальше что у него а вот последние два года у него уже дилемма которая его мучает дилемма его мучает значит больше того ведь как это на фоне чего дилемма его мучает это дилемма значит 75 лет надо одиннадцатом году шесть лет назад почти да значит там пять-шесть лет назад значит на него уже подали на воссоединение пара по родственной линии на сестру да брат брат с сестрой и он уже живет пять лет с осознанием того что на него уже подали понимаете он на самом деле уже не столько живет вот там сибири сколько он мозгами своими живет в америке и он спрашивает себя каждый раз почему же так странно получается почему такой диссонанс почему у меня тело в одном месте осознание в другом да и он на самом деле может быть даже это мешает ему получать удовольствие от жизни на месте да потому что вот этот дополнительный то мало и мало ему своих там диссонанс помид на местности так у него еще и дополнительно возникает жену которая говорит не надо суетиться давай дождемся тоже очень хорошо можно понять у нее маленький ребенок два года так а куда мы поедем а что мы там будем делать а как это все получится получится не получится и так далее женщина с маленьким ребенком тем более с двумя его и старший тоже не такой большой знаете она как бы больше склонна к варианту гарантированного какого-то результат хотя мы понимаем что она может перестать быть гарантированным если изменится законодательство то есть сегодня мы говорим там подождешь 6-7 лет и она гарантированно случится через полгода через год может выясниться что уже и ждать бессмысленно поскольку не случится точно так тоже может быть и вот уже тогда связи мне кажется сложнее будет потому что если известно что вы были в процессе вам его перекрыли а теперь вы хотите въехать типа турист да а у вас там брат родной у жены вот который на вас подавал вот тут действительно опасно то есть я бы я бы это рассматривал как серьезную угрозу на 5 я не специалист не не пограничник там не консул там и так далее значит да значит линия жены понятно и она по-своему права значит теперь что касается того что вам откажут и вы не сможете воссоединиться я думаю что если вам откажут то вы тогда пойдете по судам да то есть в одном разу там можно три раза на так значит там судиться апеллировать это затягивается на очень приличный промежуток времени я думаю что к тому моменту когда у вас в самом неудачном раскладе в самом неудачном раскладе когда вам раз отказали и два отказали и три отказали то есть сначала иммиграционный офицер а потом три раза в суде при том что вы знаете что и рассмотрение можно откладывать и суды в смысле из иммиграционного офицера можно взять отсрочку там и в судах тоже можно откладывать откладывать там время тянуть но вопрос в том что вы скорее воссоединитесь по семейной линии находясь уже в сша в этом процессе получения все время отказов в политическом убежище то есть вот этот срок если мы считаем что он вот такой как он не изменится то этот срок наступит раньше чем вам вам придется решать что делать в связи с тремя отказами не говоря уже о том что если вам отказали и вы так добровольно депортировались из страны то в общем-то это уже не ну как бы ничего такого серьезно за вами не числить если человеку отказали отказали и он говорит ну хорошо тогда я уехал вот так он уехал он ничего такого не нарушил вот поэтому вот вот это я рассказываю по поводу моего понимания того что произойдет если ему откажут и опять откажут и снова откажут то этот длительный процесс то есть я знаю людей которые не пытаясь ничего растянуть а там папа 7 по 8 лет в этом процессе находились сейчас он дольше стал сейчас только интервью с миграционным офицером потом люди по два года что такое где и по 4 поэтому даже не знаю чё сказать в общем мы когда последний раз со светланы как разговаривали это она у нас была на на канале вы можете посмотреть и там прозвучала статистика что вот когда адвокаты иммиграционные в сан-франциско встречались с работниками там иммиграционного ведомства там озвучена была цифра такая что где-то 60 процентов там и может больше 60 60 по памяти 60 процентов людей которые подают на политическое убежище вот там у них вот в сан-франциско 60 процентов этих людей получают значит политическое убежище на интервью с офицером то есть не доходя до суда вот вот они такая последняя статистика она не она я так понимаю не опубликовано просто вербально им дали цифры такие это при том что там очень много людей из латинской америки это же не 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 из россии украины там люди-то в основном там гондурас колумбия там вот эти там и мексиканства почти нет вот и это и стран латинской америки где там режимы всякие нехорошие не только латинской америки и другие тоже вот и у многих там совершенно выдуманные какие-то истории такие очевидно выдуманные дай так вот 60 процентов получают даже с учетом их поэтому безусловно есть некоторые доли авантюризма в этом во всем но снижение доли авантюризма в данном случае вот у романа да с его семьей там и так далее снижение доли авантюризма возможно через хорошую добротную подготовку он молодец на самом деле он там начитался и блогеров насмотрелся и и все это очень здорово у него не хватает в эту ему не хватает в этом во всем одного единственного звена он должен был бы с иммиграционным адвокатом там скайпе перекинуться так ему бы сказали в двух словах примерно ему бы набросали скелет его этой истории он бы тогда если бы начало жить двигаться в этом направлении он бы тогда должен был под эту вот под этот сценарий который ему дали он должен был бы там подсобрать документы у него много разных документов уже сейчас но еще бы там какие-то подсобрал ну чего надо я не знаю я низ не специалист и вот тогда бы у него весь пазл сошелся вместе сегодня этот пазл у него не сходится потому что во первых он не понимает как он сделает политическое убежище у него нет ясности и то есть у него как бы ощущение такое что он его не получит и второе вот эти вот сомнения которые у него есть по получению туристической визы чтобы приехать по получению там по неприятностям которые возникнут с высоединением по родству если вдруг Будет отказ по политическому убежищу и так далее. Вот эти вот сомнения. Поэтому ему должен специалист это раскрыть. Вот не я, который так из общих соображений рассуждает, а должен быть человек, который говорит, раз, два, три, четыре, пять. И он дальше говорит себе, или он говорит себе, вперед, или он говорит, сидим и ждем. Блогеры это здорово. На форумах почитать очень важно. Это все очень-очень важно. Но дальше вот остается один человек, который должен подойти и сделать оставшееся. Знаете, как вот мне это напоминает сказки русские, где там порубили там кого-то мечом. И вот дальше приходит там, собрали куски тела, побрызгали мертвой водой. И куски тела срослись. А потом пришли, побрызгали живой водой. И человек встал. И снова вернуться к жизни. Понимаете, вдруг стал живым человеком. Поэтому вот сейчас я бы такую аналогию провел, что Роман очень успешно поработал с кусками, опрыскал их мертвой водой. И они у него срослись в какое-то тело. Но это тело не живое. И ему теперь нужен специалист по иммиграционным вопросам, который придет и живой водой иммиграционного знания все это дело опосредует. И получится как бы такая солидная, жизнеспособная, рабочая схема. Как ему дальше это все делать. Вот так бы я это сказал. Все, ребята, счастливо. Ну, давайте я, может быть, переверну на себя в конце. Так у нас традиция, чтобы не было только дорог до дорога. Так, вот. Вообще, хочу сказать, что многие люди, я так вот думаю, на месте Романа себя представляют и говорят, эх, говорят они, да была бы у меня сестра родная. Я бы уж там подождал там, или что, английский бы пока изучал там. Может, там программированию обучился. Я не знаю, что он там собирается делать в Америке. Но, во всяком случае, например, например. Я просто знаю нашу аудиторию, так я пытаюсь себе представить. Счастливо, ребят, и всего вам доброго. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова